1 миллион 240 тысяч лиц и 283 тысячи транспортных средств пропустили через государственную границу военнослужащие пинского пограничного отряда. Итоги 2018 года подвели в войсковой части 1235. О том, как в целом сработали пограничники Беларуси, какие цели на следующий год, рассказал заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Буткевич. Он находился в Пинске с рабочим визитом. В докладе, как ситуация в целом по стране, так и частности, связанная с пинским пограничным отрядом. В частности, поднимается вопрос изменения статуса пункта пропуска «Дивин». Он у нас сегодня по документам проходит как международный, но реально, скорее всего, он будет введен в статус пункта прощенного пропуска, прежде всего, чтобы определиться наконец-то с балансом содержателем этого пункта пропуска. По-прежнему вызывает беспокойство факты некорректно поведения наших сотрудников при общении с пересекающими государственной границей. Очень много жалоб, товарищи офицеры, поступает именно по направлению пограничного контроля. Нет, на голом месте создается конфликтная ситуация, на голом месте потом приходит жалоба. А жалоба не всегда приходит к нам, она приходит в администрацию президента, она где-то опубликована на интернет-ресурсах каких-то средств, массовой информации. Да, очень приятно, когда разговариваешь сегодня, слышать о том, насколько поменялась граница, пограничники улыбаются, только наши белорусские пограничники улыбаются. Мы и должны быть так. В этом году основные усилия пинского пограничного отряда были направлены на совершенствование системы охраны государственной границы, инженерного оборудования, инфраструктуры, пунктов пропуска, внедрение современных технических средств и многое другое. В прошлом году в ходе операции «Арсенал» в приграничии из незаконного оборота было изъято 9 единиц оружия и 174 боеприпаса различного типа. Также в ходе проведения мероприятий совместно с сотрудниками внутренних дел в приграничной зоне в 14 случаях было уничтожено 4210 килограммов наркосодержащих растений. В 2018 году нами самостоятельно и в совместном взаимодействии было задержано более 720 нарушителей пограничного законодательства. Также в 43 случаях было выявлено товарно-материальные ценности на общую сумму приблизительно 45 тысяч белорусских рублей. Также в минувшем году в пунктах пропуска мы наблюдали, что на 3,2% снизилось количество пересекающих границу лиц, но и в то же время примерно на 43% увеличилось количество транспортных средств. Тех, чьи усилия стали залогом успешного окончания года, были награждены дипломами. Кроме этого отметили и лучшие подразделения. Переходящим кубком и дипломом награждается начальник 5-го пограничного поста Мупица, литернатор Ракут Артем Александрович. В 2018 году на участке данного пограничного поста задержано 47 нарушителей государственной границы, 1 нарушитель режима государственной границы, 8 нарушителей пограничного режима. Данный пограничный пост призван лучшим среди пограничных постов в органах пограничной службы в 2018 году при том, что оперативно-служебная деятельность. Хотелось бы сказать спасибо всем военнослужащим, которые на данный момент проходят службу и которые ранее проходили службу на данном пограничном посту. Данный участок находится на территории армянских болот. Участок труднопроходимый. Мы используем технику, такую как болотоход РСА, также Мазман, квадроцит. Итоги подведены. Награды в руках достойных, а впереди новые цели. Уважаемые товарищи пограничники, охрана и обустройство государственной границы в Пинском пограничном отряде будет продолжено и в следующем 2019 году. Нам немало предстоит еще сделать, с учетом современных требований на государственной границе, пресечения каналов, контрабандной деятельности и нелегальной миграции. Командование пограничного отряда убеждено, что каждый из вас в дальнейшем на высоком профессиональном уровне сделает все возможное. Запомните, товарищи пограничники, тяжело добиться хороших результатов, но еще тяжелее их сохранить в следующем году.